добрый вечер гомель и вновь в нашей программе актуальные темы и интересные собеседники актуальные темы что это вот тема малой родины одна из них мы узнаем и рассказываем о маленьких и значимых событиях в истории нашего города района области и безусловно о людях которым судьба родных мест и жизнь у них не безразлична программа интерактивная вы уважаемые телезрители можете набрать наш номер 34 22 43 поделиться мыслями воспоминаниями о родных местах городках и селах улицах и дворах своего детства и юности присоединяйтесь конечно же и к общению вайбер его номер на ваших экранах а сейчас я хочу познакомить вас с гостями сегодняшней передачи это супружеская пара ирина данилова и арсений дворонин добрый вечер ирина данилова и арсений дворонин члены союза художников республики беларусь преподают в гомельском художественном колледже их работы находятся в национальном художественном музее республики беларусь гомельском дворцово-парковом ансамбле украшают интерьеры областного драматического театра детской музыкальной школы имени петра ильича чайковского школы искусства номер 5 других административных и культурных учреждений областного центра ирина николаевна арсений михалыч ну часто говорят что малая родина это прекрасный вдохновитель поэты посвящают ей стихи композиторы пишут музыку и песни а вот как налажен творческий обмен с малой родиной семьей художников можно мне но я родом из гродинской области это прекрасное место между новогрудком или да если кто-то знает там чудесная такая горящий вать с трассы наверное возле мирска недалеко от мира до и вперед да мы проезжаем всегда через мирский замок потому что мы железной дороги как бы нет автомобильная вот или автобусом надо проезжать и мы проезжаем через новогрудчину это замечательно я считаю что это белорусские альпы вот это прекрасные чудесные места еще исторические и вот конечно безусловно на наше творчество безусловно всегда влияет природа и частности вот на меня эти незабываемые красивейшие места нашей беларуси хотя мне гомельщина очень нравится и ее тоже люблю это воплощается в ваших работах воплощается да у меня есть уже готовые картины вот значит на тему белорусские примоки брыкаски вот куда я ну как бы включаю сюжеты пейзажные мотивы это многосюжетные даже такие картины да вот мы дальше даже родных знакомых людей к сожалению уже ушедших некоторых я тоже изображая изображает да так что безусловно воспоминания детства это самое главное самые воспоминания яркие я считаю вообще у любого человека вот которые в данном случае они помогают вот нашим творчеством здесь ирине тоже благодарю ирина николаевна я знаю что вы гомельчанка коренная гомельчанка и родились вот вы точку назовите новобилица а вот с 9 месяцев я жила на пушкина 12 пушкина 12 у нас на связи гомельский историк юрий панков сотрудник музея гомельского дворцового паркового ансамбля юрий добрый вечер добрый вечер ирина николаевна арсений михалыч у нас сегодня в гостях художники ирина николаевна родилась на пушкина 12 и она сегодня нам еще много расскажет о впечатлениях своего детства да как она бегала здесь по близлежащим улицам и что здесь находилась но я-то знаю что и вы владеете ситуации еще в памяти у меня та программа которую скажем так которые очень вдохновились многие гомельчане много вопросов задавали и писали в редакцию и в группе нашей в контакте юрий вы скажите пожалуйста вот пионерский скверик который собственно был сквериком на глазах у маленькой ирины николаевны он как давно существует пионерских верик вообще существует достаточно давно еще в дореволюционной россии он был правда назывался он совсем иначе не пионерский скверик а городской бульвар в 1911 году а вокруг него рабочими мастерские слепа воробинской железной дороги был поставлен очень интересный забор который простоял даже за 1990 году потом его сняли и отдали школам 19 и 26 а в 1912 году городские власти решили в честь столетия победы над наполеоном 1812 года назвать городской бульвар александровским правда я вам точно не скажу назвали или нет но по крайней мере в документах такая информация встречается а уже в 1930-х годов при советской власти собственно пионерский скверик стал пионерским сквериком то есть ирина николаевна уже знает его как пионерский скверик получается так так очень интересно и юрий скажите а вот здесь кукольный театр недалеко театр кукол простите недалеко вот что в этом месте было здесь частная застройка давайте расскажу в этом месте была небольшая застройка в основном деревянная но были правда и двухэтажные дома правда из всего того что там было сохранился лишь один дом я думаю тема вам известен это здание по адресу гомель улица пушкина 8 это еще довоенный дом построен где-то в конце двадцатых начале тридцатых годов вот он здесь сохранился а до этого вся застройка в основном пострадала в годы великой отечественной войны из всего этого осталось пушкина 8 еще один небольшой деревянный домик и скорее всего двухэтажная постройка находившийся именно краткий в районе сегодняшнего дома по улице пушкин 12 но их скорее всего снеслись к 60-м годам когда строились дк тогда дк культуры сегодня это здание кукольного театра до построен в 1962 году интереснейшие данные но просто вот я не знаю как будто ты переносишься в ту эпоху юрий мы благодарим вас искренне хорошего вечера вам всего доброго ирина николаевна ну вот пушкина 12 адрес по которому вы жили в 50 вот на моих глазах я не помню маленькая была наверное не очень такая интересная там застройки были все как бы не очень волновало потому что это больше парижской коммуны улиц туда дальше там были тоже частные дома очень интересные сами по себе они интересны были окна какие-то красивые и библиотека там была моя сестра с пяти лет туда бегала читать книги брала книги в общем это было очень интересное место но асфальт был положен в парке скверики пионерском там назывался пионерский скверик только центрально все остальное это было земляные утоптанные дорожки и какие-то холмы где мы катались холмы да не ровно нет 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 мы катались на лыжах на санках то были горочки вот а когда было половодие то я даже провалилась так вот ну какая я была что мне это было вот почти по поясу а вот решетку о которой металлическую помните о которой я сказал мы вот по периметру там секретики делали с девочками бегали всякие ну знаете что такое секретики да это когда какая-то красивая основа туда цветочки потом стеклышки это наверно многие но вот это вот любовь к гомелю она с раннего раннего детства два гобелена в вашем творчестве да босиком бегали вы понимаете какое было время босиком сейчас попробуйте на мы сейчас поговорим об этом но я прошу вывести вот как раз те самые гобелены гомель это диптих да где хранятся эти библиотеке герцена и библиотеке ленина в галерее имени егоровых были художники к сожалению уже ушли от нас вот их именем названа была галерея и ананев попросил директор библиотеки попросили ну как бы помочь художников наполнить и ну вот мы отозвались и в общем то сейчас она находится там прекрасная гобелены и там можно в библиотеке ленина их увидеть периодически они выставляют просто я немножко не знаю как у них какая система но да периодически наверно у них идет благодарю ирина николаевна есть у нас телефонный звонок давайте познакомимся с телезрителем здравствуйте здравствуйте я написал все творения о брагинщине я сам брагинска района так но уже проживаю больше 30 лет у комили так и все творение называется рекием боль скажите как любимая брагинщина милая опалина чернобылем страшные слова авария реактор плутоний стронций цезий зона отчуждения радиационный фон мертвые деревни заброшенные фермы дикие сады леса луга не тронуты и пуганная живность тишина кругом жизнь буйствует благоухает зоне без человека навсегда заказан путь ему на долгие века душа болит кровоточить как рано за что и почему грехи какие разбушевался атом невыносимо вопреки всему на перекор судьбе брагин продолжает жить владимир владимир если я не ошибаюсь владимир благодарим вас пусть эти строки конечно просто проникнуты болью брагинщина это ваша малая родина сегодня ну наверняка вы можете тоже туда поехать но если это не совсем зона отчуждения вот спасибо вам за ваше творчество и мы хотели бы пожелать вам чтобы больше оптимистичных нот появлялась в тех стихах которые вы пишете спасибо ирина николаевна эту тему я тоже пишу картину вот на чернобыльская трагедия да это совершенно другие цвета да это совершенно другие полотна уважаемые телезрители вот владимир абсолютно точно понял призыв нашей сегодняшней программы мы просим вайбер пишите пожалуйста на что вас вдохновляет малая родина на какие работы на какое творчество на какую деятельность владимир это был первый человек который высказался но мы надеемся что таких высказываний будет еще немало мы продолжим тему в нашей студии с ириной николаевной даниловой и арсением михалычем дворониным но сначала уважаем телезрители для вас вопрос эфира вы же помните что у нас есть всегда один-два вопроса вот арсений михалыч ирина николаевна занимается гобеленами так вот гобелен это тканый картина ручной работы скажите пожалуйста а как именовались такие произведения до 17 века в европейских странах это называлось не гобелен это называлось иначе и прямым образом вот связано с существующим ныне в белорусском языке словом пожалуйста ваши варианты как гобелен назывался до 17 века собственно слово назовите позвоните 34 22 43 но мы продолжаем ирина николаевна а из какой вы семьи у вас родители как-то с изобразительным искусством связаны нет просто они по духу очень такие творческие всегда поддерживали меня люди которые всегда поддерживали меня в моем выборе что я не делала куда них они всегда меня одобряли я пошла заниматься балетом они меня одобряли заниматься цимбалами хорошо можно было балетом заниматься у нас была студия во дворце пионеров это румянцево паскевич и вот эти галереи галереи которые мы занимались и меня сестра отвела туда на старше меня на четыре с половиной года она меня туда отвела в первом классе я три года занималась танцевала но хотелось еще чего-то потому что на цимбалами занималась играла гимнастикой занималась а потом вот легкая атлетика вот прямой совет родителям до современным родителям поощряйте любые интересы ваших детей интересуетесь и поощряйте ну положительное конечно для развития все что связано но как-то у нас и не было отрицательных мне кажется у нас все было построено все во благо ирина николаевна ну вот арсей михалыч подсказывает но отец то книги писал журналист он не да в общем то он и был редактор газета сельмашевиц это вот на заре образования где-то 50 конец 50 60 он был первым главным редактором я сейчас не могу сказать может быть не могу сказать газета сельмашевиц это известная в гомеле издание есть подшивки есть его он хороший был мне кажется публицист вот он хорошие такие статьи о каких-то людях писал очень таких ну характеристики такие очень портреты вот художественные портреты он писал это словом но всегда мечтал написать какой-то детектив потому что он и в милиции работал ну как бы по посылали закончил он партийную школу цк после войны он вообще сам из воронежа и вот из горе где он служил он плавно перешел в войну и берлина из берлина возвращался через гомель познакомился с мамой влюбился вернулся и остался я в сорок шестом году да и ну и вот и все и так и арсей михалыч подсказывает что даже есть в семейном архиве фото где отец на да да групповой портрет групповые такие фотографии очень маленький на фоне рейхстага рейхстага и брендербургских ворот есть арсей михалыч а вы из какой семьи родители простые крестьяне простые крестьяне ну я вдохновлен работы мамы она была зимой как все крестьянки ткала на кросс на стояли значит такие и вот и вот эти вот постелки и скатерти самотканые рушники самотканы ну вот это очень-очень вдохновляла я кроме кроме того что смотрел видел а вот эти узоры чем в детстве было очень интересно прятаться не пробовали мать не давала разрешала ли севал крестиком да я вышел крестиком и в школе это поощрялось но как кружок такой был вот ну вот это потом иногда у отца просил что-нибудь нарисовать он обычно рисовал но линии коня вот это казалось мне тоже удивительным соседская женщина тоже вот что-то мне рисовала а приходи у нас был большой дом вот и когда начали сообразовываться библиотеки клубы значит прежде чем пока построили ну колхозный дом клуб значит отец сдал но в аренду пол дома и вот там была библиотека начали потом это вашем доме нашим доме да потом превратилось это в клуб значит там было очень много книг я помогал этим библиотекарем их инвентаризировать раскладывать по полкам вот потом стали вот эти кинопередвижки возить это было тоже очень интересно первое радио появилась при мне там это тоже было очень все это вдохновляло и именно как я потом понял на творчество на какое-то да будила фантазия наверное вот это было очень очень интересное время но круг ваших творческих интересов в те годы я поняла не ограничивался вот рисованием да это бы были пробы и литературная наверняка да и и фильмы получает получается изучал попробовал написать стихотворение послал в зорьку значит мне такой был поэт хведор жичко может быть вот он прислал что мальчик молодец мол старайся и так далее но пока на белорусской мове но пока тебе надо учиться ну и меня наставница за это поругала что ж ты мол со мной не согласовала вот с какими-то ошибками там не орфографическим но как-то по стилистическими возможно может быть ритм не был соблюден так что-то вот такое вот ну и тогда я забросила литературу забросил перешел на ну а вот именно интерес к изобразительному искусству это когда появилась в каком возрасте говоря вот вот в тех же книгах иллюстрации это было интереснее чем просто читать рассмотреть иллюстрации и христоматия старая еще какого-то там 50-го или 49-го года вот такая красивая и там были в семье вашей да иллюстрации и вот мы с мамой ну и смотрели мне давали эти книжки и она знаете там очень красивая иллюстрация допустим вот по заруби зарубежная христоматия зарубежной литературы так и это были такие очень интересные иллюстрации которые там ну как как-то вообще были необычные такие сама стилистика фигуры но это было очень интересно вот мне все время хотелось их как-то рассматривать ну наверное тоже какой-то такой толчок легкий да 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 посыл в будущее наверное было такое время когда ну нельзя было как сейчас кнопку нажать и все перед тобой все любят первому запросу это надо было создавать я училась 10 школе да это же ну тогда время такое было время квн-ов каких-то конкурсов сейчас тоже много фестивалей да но тогда и надо было и у нас это было обязательно то есть у нас как-то между классами проходили квн я помню шестом классе и мы там готовили какие-то домашние задания рисовали иллюстрации к сказкам там была тема такая домашнее задание куклу какой-то шить там еще что-то и вот кто выиграет кто интереснее вот мы там еще однако победы в подобных конкурсов да конечно мы всегда были первые наш класс был вообще впереди планеты мы были молодцы а сколько в ту в ту пору вот было в параллели классов три помните три класса было четыре потом как-то все трансформировалось там расформировалась и на выходе было три благодарю уважаемые телезрители я хочу напомнить вопрос эфира гобелен это тканый ковер картина ручной работы а как именовались такие произведения до 17 века в европейских странах слово это напрямую связано и с белорусским языком в том числе именно вот такое слово существует в современном белорусском языке правда она уже не обозначает тканый ковер и картина ручной работы но что-то близкое что-то очень близко пожалуйста звоните а какой приз я не сказала пригласительный билет на двоих в музей истории города гомеля на выставку звонить пожалуйста 34 22 43 друзья с художниками ирина даниловой и арсением дворониным говорим мы сегодня о малой родине и нас ушел и услышал телезритель добрый вечер здравствуйте добрый вечер я хочу попытаться ответить на вопрос хорошо но прежде я хотела бы узнать ваше имя меня тоже ирина николаевна очень приятно вы каким-то образом связаны с изобразителем искусства нет я просто была у бабушки и у нее такой ковер висел она его называла шпалера ирина николаевна вы победитель мы рады за вас эти аплодисменты вам скажите пожалуйста вы по профессии кто вы бухгалтер но тем не менее знаете что ковер ручной работы картина сотканная вручную называется шпалера и сейчас так бабушка называла бабушка называла но я вычитала что и сейчас используют это слово благодарим вас ирина николаевна хорошего вечера вам как часто используют это слово ирина николаевна сейчас так как-то путаются художественной среде используется нет они это или или гобелен как-то так чаще да или просто ручное качество скорее всего потому что во франции появилась семья клан гобеленов которые были итальянцы красильщики нет это были красильщики они такую как мануфактуру ну как это мастерская красильная мастерская да и потом на базе когда вот они стали расширяться и на базе их вот этой мастерской стали появляться ателье под качеству и вот именно там в париже сотканные работы ручной назывались гобелены а потом это распространила сейчас гобелены потом стали называться и ткани обивочные для мебель мебельная ткань и гобелены вот где множество переплетения цвета разных цветов нитей все называлось гобеленом но интересно что вот в белорусскую речь в белорусский словарь вошло это слово шпалера да сейчас шпалеры это обои ну потому что украшали стены украшали стены сейчас это обои да поэтому как бы вот плавно перешло именно но легко запомнить и такой интересный факт дорогие друзья буквально через мгновение через минутку полторы мы встретимся с вами у нас сейчас реклама мая родина тема очень богатая на воспоминания и эмоции и каждый из вас дорогие друзья может стать участником этой программы сегодня мы говорим о малой родине как об источнике вдохновения пишите в вайбер делитесь мыслями и опытом на какие творческие подвижки вдохновляет вас малая родина 34 22 43 звоните для того чтобы высказаться и пишите в вайбер номер на ваших экранах сегодня у нас в гостях напоминаю ирина данилова и арсений дворонин художники говорим мы об их работах об их малой родине об источнике вдохновения и много многим многих нюансах очень интересных вот гобелен которым вы занимаетесь причем обоюдно вы очень любите этот вид я так понимаю да он его называют и современным и исчезающим одновременно а еще говорят что искусство гобелена некогда популярно вот как мы поняли это в европе было очень распространено и в беларуси в том числе сегодня можно было бы с полным правом заносить в красную книгу вы с этим согласны или нет нет это просто очередные такие перепады журналистов да которые может быть не так часто видят мастеров гобеленов может быть просто понимаете такой очень трудоемкий вид творчества и поэтому кажется что вновь кто это будет там за ним а кто это это дорого кто это будет покупать ну это ж не хлеб естественно и поэтому это работа очень такая тонкая длительная и поэтому конечно она никогда не про ну понимаете качество само по себе существует уже ну не знаю я даже точную дату никто не знает ну очень много тысяч лет поэтому это такая нить связующие времена переходящие пропадающие угасающие опять возрождающие конечно сейчас много фабрик уже технологии новых техник но это совершенно по-другому когда это ручное я помню когда мы у нас посчастливилось можно уже рассказать немножечко вот были в клерман фране была там выставку так вот нам посчастливилось быть с выставкой и подошла женщина француженка и она вот так вот за руки говорит можно я потрогаю но с переводом да что это неужели это вот они я ну как то так это было даже и неловко и в будет вот такое вот волнообразное возрождение это не так просто как петь в караоке правда вот скорее всего потому что например и такое было что одна итальянка увидев вот зачем ткать вручную эти машины же есть а машины очень однотипные они почти один и тот же колорит это все-таки заправка определенные колориты основы структура техника та же то есть основы и уток но когда ты можешь сделать какие-то нюансы где-то фактуры поиграть на станке этого не сделать можно запрограммировать это невозможно да но самое главное ирина николаевна арсей михалыч ведь душ уже не вложишь когда когда это делает машина программа но вот когда впервые почувствовал интерес к качеству и гобелену арсей михалыч мы уже поняли потому как мать изумительной красоты вещи создавала да и это вот ирина николаевна сказала что это даже была не шерсть да не хлопок это были шелковые нити потому что ведь в белоруссии у нас основной пряжи основным материалом это был лен конечно очень трудоемкая но очень красивый материал и шерсть которую делали валяли и пряли и чесали и овец то уже попозже уже где-то вот в 90 годах не 90 годах а в двадцатом веке уже в середине где-то и позже туда вот концу уже стала развита очень мануфактура стали возить пряжу разные хлопок и шелк и вот мама покупала шелковые нити таких матках на их разматывал они были тонкие очень красивые но искусственный шелк арсей михалыч но интерес оттуда но мама разрешала сесть за станок и попробовать скорее нет чем да я не очень не помню но она боялась видимо что или станок можно попортить и дети но и мы же любили прятаться под этим а вы даже помните да конечно она же еще вот мы уже были женаты приезжали они там наверху всегда их складывали и ну до зимы они хранились другом месте не дома а вот скажите насколько прочна связь современного гобелена с работами мастериц народного ткачества это только техника или это вообще не разорвать философия существует безусловно потому что ведь все началось не с гобеленов вот таких картин все началось именно вот с элементарного основы которую натягивали и утка вот это вот сначала просто полотно потом начали ниточки красить цветные какие-то ну и так далее то есть это развитие очень длительное но очень такое интересное вот когда ну так и сильно углубляться но это очень красиво очень интересно даже обычные ритмы потом как можно было вот человеку допустим отобразить мир окружающие обычной женщине это же не только у нас это же по всему миру было она смотрела что и видела допустим поля это какие-то полосочки это ритмы вот это отображалось в каких-то ритмах на на кроссных потом какие-то там орнаментальные мотивы видеть цветочка вот они уже как эта технология позволяла они уже делали уже позже ладовали и оберег да вот обережные какие-то символы очень много этих символов оттуда я хочу добавить даже о том что если уже говорить ну так отвлеченно то абстрактное искусство придумали не пикассо там и вот эти вот авангардисты а скорее если это можно ну так так сказать вот эти символы народные ткачьи эти постелки которые полосочки там разное красиво и прекрасиво я смотрю просто болгарское искусство у меня есть там копские ткани там это еще оттуда неглубские текстильные традиции известны во всем мире давайте перенесемся в 1977 год и посмотрим видео из архива телерадио компании гомель они глюбских ткачихах их коврах и рушниках есть на полесь и шмат крынец народной творчести одна из их стародавняя белорусская вёска на ветковщине не глюбка татьяна диранок и удакие барсукова мария каутунова анастасия сарасека черпают натхнение у своим житси яны лаураты усесоюзной выставки народной творчести все лето так сама были удельницами усесоюзной выставки самодейные мостаки радзиме и знову достоины звания лауратов у неполтонных узорах прыгажось природы гармония мягкость фарбов умение надзирать свой перший ручник татьяна федоровна диранок садкала у 15 годов и потом працующий в колгасе николи не расставалась из любимой справы теперь пенсионерка аллея и уменью створать неповторные узоры можно тольки паза издроздиц много выткала за свое житсё и мария пауловна каутунова мать и героиня заслуженная у вёсты человек не одноразово и она удастаевалася узнагород за активный удел у развитие лепших традиций белорусского народного мастацтва больш за 100 ткачых у неглюбцы работа их экспонаваляся на областной республиканской усесоюзной выставках народной творчести з ими знайомелись а жахары парыжа и марселя праги и асака вырабы гэты плён багатой творчей фантазии и великаго працалюбия белорусских майстрых кожны зручняков уникальны выконаны у черно-белых тонах но вот такие видеокадры мы нашли в архиве не правда ли интересно посмотреть до окунуться хотя кажется 77 год 40 с небольшим 45 лет прошло но тем не менее вот смотрится как доунина кажучи по белорусску скажите пожалуйста а вы храните текстильные вещи и как их используете текстильные вещи предков ну вот работы матери арсения михалыча да у меня родители нет ну вот арсений михалыч мне мама подарила постелку на кровать обычно это вот вытыкался это традиционный там грудницкий узор все-таки они немножко отличались и не один она мне сделала несколько но вот вот этот с шелком золотистым он как скатерть белый желтым как золотом шито естественно я ее как скатерть использую никак и она такая нарядная очень красиво и еще просто белая тоже за счет фактура за счет переплетений а вот вы знаете многие наши телезрители мы уже похожую программу делали о рушниках и они отзывали что многие хранятся но все испытывают ну скажем так дефицит знаний как применить эти вещи вот они хранятся как их правильно хранить и как применить как применяете вы ну если рушник но это же красота такая понимаете даже можно на стол постелить это можно ну я не знаю у каждого конечно свой интерьер но он никогда не портит и не знаю вот такие вещи они никогда не портят да бережно нужно пользоваться бережно да да проветривать конечно обязательно потому что все таки залеживается ну если очень много но тут уже тут вопрос другой тут надо конечно может музей отдать а ну да поделиться и чтобы эту красоту увидели другие многие уважаемые телезрители есть у нас еще и второй вопрос эфира какая белорусская культура растения используется при создании и гобеленов в том числе 34 22 43 звоните пожалуйста и обсудим ваши ответы вместе с арсене михалычем и ирина николаевна современное искусство многолико многие стремятся высказаться в творчестве с помощью новой изобразительной речи вот часто ли гомельские художники используют опыт старшего поколения вот вы как специалисты по гобелену на чей опыт опираетесь может быть гомельских белорусских художников или скажем так вы новаторы не новаторы конечно потому что мировое искусство оно такое богатое и так давно уже в этом периоде можно рассматривать конечно же нас сначала вдохновляли конечно западные работы западные художники и вот мы открыли для себя люрса он жил в 36-х годах вот прошлого века он очень активно работал очень так современ очень осовременил гобелен он свои стилизации подходом использовал черный фон очень яркие на таких свечениях стилизации это было очень и очень яркие были красивые поэтому вот как момент стилизации естественно это вдохновение я когда училась в академии ну когда это театрально-хударственный институт у меня была бельтюкова преподаватель это они вместе со своим мужем кищенко да 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 вот создавали гобелен и это тоже было очарованием таким вдохновением смотреть и я видела как его гоби и гобелен музыка музыка я не знаю где он сейчас но он в книгах очень представлен автор кищенко если я не ошибаюсь гобелен века нет нет просто я не знаю как он называется но музыка для музыкального училища это было одно из таких интересных в общем-то произведений мы видели как он ткался вот мы нас возили в борисов там центр и видели как это произведение ткался поэтому вот вот как-то все это вместе и учителя и преподаватели и сами работая потом познакомились творчеством люрса это все как бы вот еще больше укрепила вдохновила взяла меня впервые поразило собрание на гобеленов в эрмитаже когда тоже учились ездили на практику туда естественно в эрмитаж ездили вот там есть галереи целые да вы знаете гобеленные они поражают не менее чем вот картины увидел это гораздо позже поэтому я был немножко вот другой как поворот дорогие друзья сегодня с арсением дворониным и ирина и даниловна данилова и мы говорим о малой родине и о том как малая родина вдохновляет на творчество далее о гобеленах в нашей программе обязательно мастер-класс по созданию гобеленов после рекламы дорогие друзья по средам мы говорим о малой родине сегодня вы можете позвонить 34 22 43 и рассказать как вас вдохновляет малая родина есть у нас вопрос эфира какая белорусская культура растения используется при создании гобеленов в том числе пожалуйста звоните 34 22 43 и пригласительный билет на две персоны в музей истории города гомеля станет вашим сегодня у нас в гостях художники ирина данилова и арсений дворонин мы говорим об их творчестве о гобеленах в том числе я хочу задать вам арсей михалыч вопрос вы занимаетесь гобеленами но и работаете в станковой живописи кстати давайте поясним телезрителям станковая живопись это та которая создается с помощью мольберта на мольберте это портрет это сюжет пейзаж и натюрморт скажите а как вот два эти вида да как они вообще совмещаются так можно сказать как они проникают друг в друга не мешает вам гобеленами заниматься станковой живописи непосредственно потому что прежде чем создать гобелен его надо придумать нарисовать увеличить до нужного размера и выткать по по готовому называется картон то есть надо создать эскиз по картон это картон тоже живопись тоже живопись поэтому гобеленщики они же и живописи то есть у вас такой творческий тандем арсей михалыч он создает картоны да пишет и вы вместе потом создаете гобелен нет не совсем нет не всегда так ага иногда он и сам таки свои замыслы а иногда я сам отку свои замыслы но есть и работы дуэйте да заказные большие да вот сейчас выставка обратив ткачевых у нас да 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 ну примерно так же мы работали над большими гобеленом когда у нас были заказы вот для аэропорта мой гомель мою полесье были мы примерно так же и работали и значит над эскизом но эскизы обычно маленькие в десятом штабе примерно вот бывает но там вдвоем трудно а вот когда мы рисовали натуральную величину картона безусловно мы там вдвоем то есть картон создается по величине задуманного гобелена один в один хорошо то есть получается вот все те высказывания о которых ну которые можно видеть что иногда сам создатель гобелена не знает что точно у него получится это все неправда ну если это экспромт вот человек взял без картона начинает но профессионалы художники работающие в этом жанре они точно знают наверняка какой цвет в какой перейдет и нити подбирают это все очень серьезно в 2005 году в эфир выходил проект краски родного края теле радио компании гомель в одном из выпусков ирина николаевна очень подробно рассказала насколько для художника важен эскиз и как насколько просто или сложно по нему работать и так архив теле радио компании гомель 2005 год эскиз делаем наброски зарисовки ну то есть все что ведется уже к конечному результату потом после эскиза если эскиз уже или совет художественный утверждал раньше или уже ты считаешь что это действительно профессионально хорошее не стыдно его выполнить и не жалко тратить время чтобы его выполнить переходить уже к следующему этапу это работать над картоном картон это вот эта часть которая находится под основой увеличенная в натуре немножко может быть условно я там найдены цвета условно рисунок у нас у каждого подходит очень индивидуально у нас сколько художников кто занимается гобеленами или качество они в общем-то занимаются очень у каждого свой подход к этому здесь вот более живописный подход вот это вот более такой живописных где цвет входит цвет растяжки такие здесь тоже можно сделать условно то есть где-то ограничить вот это будет какой-то лиловый здесь сиреневый здесь кусочек то есть тоже можно все это разбить на какие-то цвета цвет получается за счет смешения и вхождения одной ниточки в другую вот допустим вот вот этот цвет да здесь от какого-то светлого тона переходит другой получается какой-то свой нейтральный цвет или вот допустим вот этот кусочек когда входит ахристый цвет серебристый цвет и получиться какой-то дополнительный ирина николаевна вот 2005 год над какая работа была в работе листики там это первый снег первый снег да сколько времени вообще создается гобелен вот такого размера ну вот я так скажу условно среднего тканья достаточно тонкого допустим квадратный метр месяц так вот только что на экране была готовая работа первый снег та которую вы начали возможно в 2005 году вот она на экране первый снег где кстати она сейчас хранится вы знаете судьбу этой работы уехала куда-то на в голландии она в голландии голландцы наслаждаются и так квадратный метр месяц это если плотно тканья но плотного хорошего тканья не какого-то грубо фактурного именно такого вот тканья рисунчатого но если это большие работы то это даже годы могут быть да да но вот где в гомеле хранятся хранятся и можно посмотреть эти работы мы уже поняли я хочу поинтересоваться арсений михалыч скажите а на вашей родине есть ну подаренные вами картины или может переданная как-то каким-то иным способом ну да когда-то подарила в дятловский музей района небольшой гобелен посвящен из корыни с корыни первопечатник вот и ну и потом как как-то забыл как-то об этом они периодически звонят допустим поздравляют особенно с юбилеями вот недавно у меня было били вот и пишут оказывается обо мне в газетах прекрасно арси михалыч это же малая родина визу он там где учился тоже у них небольшой музейчик и один раздел мне посвящен оказывается я там был очень приятные люди они помнят оказывается знают возможно гордятся безусловно гордятся видите не только гомельчане но ну я думаю все белорусы гордятся и вот гордиться тем что была ученицей и выпускницей ирина николаевна арсения михалыча та девушка которая сейчас на связи добрый вечер здравствуйте это екатерина да да добрый вечер добрый вечер екатерина скажите пожалуйста вы гомельский художественный колледж как давно закончили но по голосу буквально вот год два нет не совсем так окончила я уже достаточно давно в 2000 2010 году ирина николаевна помнит екатерина у вас какое отделение было то есть это вот как раз качество это ваша специальность да качество это как раз была специальность на которой отделение на котором я училась декоративно прикладное искусство моим руководителем наставником куратором была ирина николаевна данилова вот это были очень такие интересные творческие годы в очень такой теплой душевной атмосфере очень чудесный руководитель но я не побоюсь этого слова от бога как бы кто у нее занимался они подтвердят мои слова очень очень талантливый преподаватель благодарю за теплые слова адресованные ирины николаевне катерину скажите от качеством вы сейчас занимаетесь я знаю что вы молодая мама у вас ребеночек да ну да в связи с тем что я молодая мама на сегодняшний день к сожалению вплотную вот качеством не совсем получается заниматься но есть план работки эскизы материал необходимы ну только вопрос во времени но в данный момент больше занимаюсь живописью фотографии ну опять-таки в связи с тем что по времени это немножко менее менее затратно вот готовлюсь к выставке персональной фото выставки совмещенной с акварелью скажите фамилию вашу будем знать на какую выставку идти потому что катерина имя-то знакомое а вот фамилию вашу мохарева екатерина мохарева екатерина благодарим вас за отзыв успехов вам в творчестве скажем так пусть у вас будут ну может быть вы открываете в себе и новые какие-то таланты но и старые не забывайте всего хорошего екатерина ирина николаевна ну возле вас стоит вот эта рамка прекрасная да прекрасная конечно это же руки таких людей прикасались к ней вы нам проведите мастер-класс пожалуйста да мы поняли что это не будет быстро катерина нам об этом сказала что это кто ну скажем так усидчивый человек у кого есть нити разных цветов и фактур да это не правда пожалуйста итак берем любого размера рамку любого абсолютно начинать можно вообще в маленькая есть станочки какие то но в принципе вот обычная рамочка даже картонная коробка или деревянная набить туда гвоздички или пропилить и натянуть основу вот она я уже натянула что да какие это нити основа это вот лучше всего конечно снова это основа лучше всего хлопковые нитях вообще-то бумажная 10 10 самый маленький но самое они толстые но вот если можно толще даже но в два сложения в три сложения как в общем то все зависит от задачи если какой-то очень тоненькая изящная ювелирная можно сказать изделие там небольшое украшение или какой-то вот в рамочку взять какой-то даже портрете где можно сделать очень тонкие нюансы то это надо очень тоненько делать и при плотности более такой более плотной натяжки а так в общем то это основа хлопок нитка она более эластичная лен более жесткая ниточка и искусственная нитка скользкая и тоже жесткая ее нельзя брать а тут как самый благодатный материал для основа ну и уток уток уже может быть любой это может быть и шерсть и шерсть и шелка искусственные материалы какие-то и фольга какая-то и там ну все что человек в принципе хочет и как-то отобразить или выразить себя через эти материалы пожалуйста это все доступно и даже бисер так втыкивает в общем то буквально через каждую ниточку вот это да вот основа чёт не чёт значит вот здесь уже немножко заткала то есть основной и потом просто вот все построено на этом принципе это основной технологический принцип и перебираем вот и все перебираем получается ирина николаевна под одну ниточку вынимаем снова да 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 потом наоборот это то что мы делали в начальных классах и из полосочек бумаги да 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 абсолютно верно да 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 принцип абсолютно тот же это называется полотнянка вот самый простой способ переплетения полотнянка на нем основывается все все сюжетные какие-то рисунки гобеленовые они делаются полотнянка если уже как хочется как-то выразить немножечко фактуры придать тогда уже есть другие переплетения но это уже для другой передачи и я так понимаю что качественный ткацкий станок не обязательно иметь в своей квартире вот пожалуйста любого размера рамку рама может быть больше я знаю одну знакомую у нас была очень знакомая полька она сама музыкант но она очень любила ткать она прибивала гвозди к полу и к верхней части стены к потолку и вот это было у нее натяжение основы она ткала очень большая гобелена дорогие друзья ну а если у вас проснулся интерес к этому виду искусства добро пожаловать на мастер-класс в колледж до к минимуму кстати там же можно посмотреть и дипломные работы ведь все выпускники прекрасной работы создают батик гобелены на декоративном искусстве у нас текстиле мы занимаемся исключительно вот изучением все что связано с текстилем это все виды ткачества и вот ручное ткачество станочное ручное ткачество именно на на раме и батики разных видов и техник и аппликации то есть мы все что связано с текстилем если вы естественно рисунок живопись это обязательно обязательно немного испугал но вот посыл что это не просто что это сложно что это много времени занимает можно же брать маленькие рамочки но зато какая польза до пальцы работают это и для детей замечательно они же до примеры по математике будут такие дети решать великолепно творческие натуры плюс с прекрасными умственными способностями арсей михайлович ирина николаевна я благодарю вас за интереснейшие рассказы прекрасные воспоминания и вот конкретные дела которые вы это точно у нас часа эфира никогда не хватает но мы знаем куда приходить я желаю вам достижения новых творческих вершин пусть проходят чаще выставки пусть у людей будет возможность видеть эти работы пусть будет здоровье ну и хорошее настроение что обязательно необходимо вот людям творческих профессий благодарим вас за то что вы делаете в том числе и для малой родины уважаемые телезрители я благодарю вас за активность в прямом эфире всего хорошего и до следующей встречи с вами была элена троценко до свидания и Субтитры создавал DimaTorzok